Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки, женщины, мамы, бабушки Я рада, что мы на этом месте Я имею большое благословение Здесь сегодня быть Я хочу представиться Меня зовут Богдана Мне 28 лет Я жена того парня Который в прошлый раз, помните, вылазил здесь на лестницу Собирал деньги Он жив, здоров, все хорошо Не переживайте, денег собрал На пожертвование Поэтому я его жена Мы с ним в браке 6 лет Сейчас будут сзади слайды Мы с ним встречались 2 года И через 2 года мы поженились У нас такие определенные Даты есть 27 число 27 число мы начали встречаться в августе И через 2 года 27 сентября мы поженились Поэтому у нас каждый месяц Такая мини-годовщина Как знаете, love story Каждое 27 число Мы что-то для себя придумываем Чтобы сделать что-то приятное И у нас двое сыновей Как вы видите Следующий слайд можно Это старшего зовут Натан И младшего зовут Симеон Они у нас такие, знаете, сладенькие мальчики Которые тоже драйвовые Очень веселые Мы очень-очень их сегодня любим И благословлены ими Также хочу сказать, что Мне нравится то, что с моим мужем Мы одной веры Знаете, то, что мы понимаем друг друга Как на одной волне Я от этого просто кайфую Когда, знаете, когда Не нужно смотреть Не нужно что-то говорить А ты берешь и делаешь вместе Меня это очень сильно вдохновляет Жека передает привет Да, это он, и он здесь Нам очень сильно весело вдвоем Мы любим проводить время вдвоем Иногда мы просим Кого-то посидеть с нашими детьми Для того, чтобы сбежать, скажем так На свиданку Я также обожаю то время Когда он берет гитару И мы вечером просто можем помылиться Когда наш младший сын поет Я знаю, меня победа ждет Их бегает по всей квартире Знаете, это вещи Которые меня очень сильно вдохновляют Ну, я бы, наверное, все эти слова Я очень сильно рад, что мы вместе служим Господу Зая Я тут Бубочка моя Бубочка моя Ты моя принцесса Ты моя принцесса Ты мое солнышко Ты мой цветочек Ты моя королева Я тебя люблю Муах Таких фотографий И вот такого действия Знаете, это хорошая такая Подпись или комментарий В Инстаграм Знаете, это классный красивый пост Но есть те вещи, которые мы делаем семьей Которых не видно Вы можете увидеть там классную фотографию Наших детей на фотосессии Которые улыбаются Или мило смотрят на друг друга Но до этого они 15 минут орали И стерили И там слюни, сопли И все остальное И не хотели фоткаться Есть вещи, когда мы Мы не спим вместе Иногда бывает по ночам Знаете, почему? Потому что Жека уходит Ложить старшего сына И он там засыпает Я, бывает, в 3 часа ночи прихожу И говорю, пошли со мной спать Есть вещи, которые мы У нас есть какое-то недопонимание Или есть вопросы, которые решаются Есть моменты, когда мы стоим в брани Когда мы молимся Знаете, есть всему основание Всем этим отношением Красивым каким-то картинкам Есть какое-то, знаете Что-то было до этого Чтобы стало так Я хочу поговорить об этом Поговорить об этом основании Которое должно быть у нас Потому что Если вы в браке У вас должно быть основание Вашего брака Если вы в отношениях У вас должно быть какое-то основание В вашем отношении Если вы еще одна И не состоите ни в каких отношениях В вашей жизни должно быть основание Должно быть то На что ваша жизнь, знаете, полагается откуда вы питаетесь, откуда вы берете свой источник. И я хочу показать несколько слайдов. Первый слайд, да, это первое, на чем вы основываете свою жизнь, в чем есть основание. В зависимости от того, на чем основана ваша жизнь, происходит дальше. Можно следующий слайд. У вас на основании этого оснований дальше ценности и убеждения. Вы так думаете, говорит, это мое убеждение. Я так думаю, да, Катя Ставничук вышла, говорит, это мое убеждение, это моя ценность. Дальше, следующий слайд. Соответственно, вашим ценностям и убеждениям вы принимаете дальше решение, да. За решением следует действие. Вы так делаете, потому что вы так думаете, потому что внутри вас есть какая-то ценность, у вас есть основания. Следующее. Это влияние на то, что вы влияете, на то, как вы влияете, на то, кем вы влияете, какое ваше общество, вы этим всем формируете, кто вокруг вас, какие люди вокруг вас. И знаете, все это может основываться, следующий слайд, на детях. Если вы в браке, знаете, ваш брак основан на детях, и все вокруг детях. И делают так, чтобы они были счастливы. О, ты хочешь эту конфетку, на эту конфетку. О, ты хочешь туда, я тебе дам то. Знаете, все вокруг детей. И, соответственно, у вас будут друзья, которые с детьми, у вас будет, знаете, все вокруг детей. Вы будете смотреть только на ютубе о воспитании детей или еще что, потому что ваше основание – это дети. Следующий слайд. Если ваше основание – это работа, вы все время будете думать, как себя прокачать, как сделать себя лучше, куда мне вложить деньги, что мне сделать, знаете. Потому что ваше основание – это работа. Вы будете говорить только об этом, вы будете делать только это, и вас будут окружать такие же самые люди. Следующий слайд. Имидж. Знаете, такое слово, или стиль мышления, или что такое. Когда мы формируем какую-то, знаете, обертку. Я так делаю, потому что это мой стиль. Знаете, я там делаю ножкой, потому что такой мой стиль. Я что-то делаю, да. И мы все устроим для того, чтобы создать такую определенную картинку. Для того, чтобы все думали, что вот я являюсь таким. На самом деле, за имиджем скрывается, я вам так скажу, где-то гордость и самолюбие, потому что я хочу выглядеть чуть-чуть лучше, чем я есть на самом деле. И следующий слайд. Иисус. Когда Иисус в центре ваших ценностей, когда Иисус – ваше основание, ваши ценности и убеждения, знаете, они основаны на Библии, они основаны на вашей жизни, на вашей духовной жизни они основаны. Ваши решения, они святы и чисты. Знаете, ваше окружение, оно говорит хорошие вещи. Оно говорит то, что, знаете, благоухает. Вы не видите вокруг себя никаких, знаете, там матерящихся людей или людей, которые разрушают, или сплетен, потому что ваше основание – это Иисус. Я хочу попросить Таню иллюстрацию еще сделать небольшую. Мы с вами прочитаем 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Я прочитаю в современном переводе. А мне иллюстрацию можно уже вынести. Но Он – источник вашей жизни в Иисусе Христе, который стал по воле Бога нашей мудростью, праведностью, святостью и нашим искуплением. Он – источник. Еще раз прочитаю. Он по воле Бога стал нашим доисточником, который является нашей мудростью, нашей праведностью, нашей святостью и нашим искуплением. Всей нашей жизнью Он является источником. Я вам хочу показать такую иллюстрацию. Это две орхидеи. У них один источник, я вам скажу. Здесь одни такие кора, кора дерева. Знаете, и это, и это орхидеи. В чем разница, скажите? Быстро. Кто может заметить, в чем глобальная разница между ними? Та цветет, а та не цветет. Хорошо. Горшки разные. Я вам хочу сказать, они одной породы, они одинаковые. Это орхидеи. Они посажены в одну и ту же землю. Я их одинаково поливаю. У них определенные, знаете, условия. Но вопрос в том, как они себя ведут. Одна цветет, а другая не цветет. Знаете, мы можем называться христианами, но внутри у нас могут быть разные действия. Кто-то может свисти и пахнуть, а кто-то, ты смотришь, и вроде бы как бы нет плода. Вы знаете, между ними есть различия. Если я начну доставать эту орхидею с горшка, я ее не смогу достать. Но если я достану эту, она не держится. У нее нет корней, но она цветет. Знаете, это определенные какие-то такие заманухи. Мы иногда делаем все так вокруг себя красиво. Знаете, там подписи в Инстаграме и тому подобные вещи. Но мы не укореняемся в Иисусе Христе. В Иисусе Христе нужно укорениться. И это наше действие. Это наша ответственность каждой девушке укорениться. В браке ты 20 лет, в браке ты год, в браке ты два. Ты не в браке. Ты в отношениях или ты в поиске. Тебе нужно укорениться в Иисусе Христе. Потому что если ты будешь свисти и пахнуть, привлекать к себе кучу парней, но когда ты придешь в брак, я вам скажу, в браке все оголяется, то когда подует ветер, то ты останешься без корней, и цветы твои завянут. Поэтому мой вам такой призыв и посыл, укореняйтесь в Иисусе Христе. Думайте не о том, чтобы создать классный профиль в Инстаграм, не о том, чтобы как бы улыбнуться парню, как бы этому понравиться, а укорениться. Если ты в браке, молись. Если ты состоишь в отношениях, молись и укрепляйся, и говори вместе, давай своему супругу, давай своему парню, давай будем больше углубляться в Иисусе Христе. Потому что Он действительно та ценность, Он действительно тот источник, который дает жизнь. И когда придут какие-то испытания или трудности, знаете, устоит. Я вам хочу сказать, оно уже скоро будет начинать свисти. Это орхидея. Но она позже принесет плод. Здесь как бы не видно ничего. Но в нем нужно укореняться. Я хочу сказать о чистоте и святости. Спасибо большое. О том, что у нас, девочек, есть такой момент, знаете, какой-то масок одевания или каких-то такого несвойственного. Знаете, все у меня хорошо, у меня все классно. Я там в поиске или не ищу, или я в браке. Укореняйся в Иисусе. Укореняйся в нем. Он действительно тот источник, и источник жизни, который приносит счастье во всем. И тогда, когда вы будете, знаете, ваши корни будут в нем, вы будете чувствовать его любовь. Я с вами поделюсь быстро. Таким моментом, я с двумя детьми дома, я уставшая, рисую вам картину, как-то происходит. Там Натанушка плакал, Симеон плакал, я уставшая, я жду Жека, когда ты придешь. Он приходит, мы там успокаиваем детей, ложимся спать. Я думаю, ну вот сейчас он уделит мне время, я так нуждаюсь в любви, я так нуждаюсь в утешении. Знаете, я спрошу, Сая, ты меня любишь? Он говорит, да. Разворачивается и ложится спать. Я такая, в смысле? Ты спать развернулся? Я, короче, лежу, минуту думаю, я сейчас его разбужу и скажу, слышишь ты, я тебя целый день ждала, удели мне время, я хочу времени. Потом я лежу, думаю, я сейчас обижусь, наверное, поплачу, а с утра ему выскажу. Короче, я собираюсь с кровати, думаю, ладно, я пойду на кухню плакать, думаю, не буду я даже, короче, рядом с ним лежать, я стою на кухне, и пока я иду на кухню, я такой, Господу молитву, говорю, Господь, ну так несправедливо, ну так нечестно, ну я так хотела, почему он так поступил, я так нуждалась в этом. И я села, и меня так накрыл Господь, я на физическом уровне ощутила его любовь. Я на физическом уровне, я все, что хотела, знаете, получить от Жеки, я получила в нем, в Иисусе, потому что Жека — это всего лишь человек, и проклят всякий, надеющийся на человека, но только в нем источник. Поэтому я хочу сказать, что если ты ожидаешь исполнить свое призвание в браке, то начинай его сейчас уже исполнять это призвание, потому что брак — это благословение, дополнение, но это не значит, что ты сейчас не будешь в своем призвании. Я хочу сказать, что если ты даже не в призвании сейчас, я не говорю о каких-то других грехах, ты не идешь к этому, ты не знаешь этого, ты не наполняешься этим, ищи этого. Потому что если ты не исполняешь волю Отца, ты грешишь. Потому что нам нужно исполнить волю Отца. Иисус исполнил волю Отца один. Он удовлетворил Бога, Он более того, Он возлюбил Его. Поэтому укрепляйся в Иисусе, узнавай. И хочу сказать о том, что на основании сегодняшнего греха ты не построишь классное будущее. Для того, чтобы иметь классную картинку, веселую, к этому нужно стремиться. Но нужно сделать свое основание правильным. Нужно углубляться в Иисуса, пускать свои корни в Него. Аминь, вы со мной согласны? И то, что я хочу и прочитать в последнее место из Писания... Сейчас я перед тем прочитаю и скажу еще. Берегите себя, свою святость, свою любовь и свои эмоции. Берегите это все. Почему? Если у вас есть негативные какие-то эмоции, отдавайте это в первую очередь Иисусу. Если у вас есть какие-то переисполнения, какая-то обида, то, о чем говорила сегодня Таня, отдавайте это все Ему. Просто к Нему, потому что Он Бог, Который создал нас. И тогда мы, когда мы будем пить от этого источника, у нас будут корни. Знаете, мы сможем любить другого человека. Мы сможем вполне это делать. Мы сможем тогда отдавать, мы сможем приносить плоды. И знаете, первый грязный памперс не станет поводом для развода тогда. Понимаете? Поэтому вникайте в него. В Ефесянам, 3 главе, 16-19 стих, я тоже в современном прочитаю. Пусть же Он от великого богатства славы Своей даст вам силу укрепить свое духовное начало через Его Дух. Укрепить, чтобы Христос жил в наших сердцах благодаря вере. Пусть ваша жизнь укоренится в любви и строится на ней, чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими, сколько его широта, глубок, да, как она столь широка, глубока, высока и нескончаемая любовь Христа. У людей любовь заканчивается, у Христа не заканчивается. Его любовь превосходит человеческий разум. И я молюсь, чтобы вы могли познать эту любовь. Только познав ее, вы обретете всю полноту даров Божьих. Поэтому мое вам посыл сегодня стремитесь к Иисусу. И он все воздаст, он все восполнит. Поэтому я хочу, чтобы мы поднялись на наши ноги и хочу вам сделать такой вызов небольшой. Знаете, мы можем называться христианами, но не быть направленными на Христа. Есть много способов, как можно направить свой взгляд на Христа. Но я хочу, чтобы мы сделали, чтобы вы делали это каждый день. Это один мой вам такой просьба. Молитесь каждый день. Если вы состоите в браке, молитесь каждый день вместе со своим супругом. Если вы в отношениях, молитесь каждый день. Если вы не в отношениях, молитесь каждый день. Можете начать с 30 секунд. Начните. Но чтобы это было постоянно, тогда ваш взгляд будет направлен на Христа. Если у вас есть какой-то грех, когда вы будете молиться, вы не сможете прийти к Иисусу с грехом. Когда вы будете молиться со своим супругом, взявшись за руки эти 30 секунд, вы не сможете быть в ссоре или в обиде, или вы можете быть как-то раздраженными друг от друга. Вы будете любить. Поэтому мой вам посыл – молитесь каждый день. И сейчас мы тоже будем за вас молиться. Я попрошу служителей, для того, чтобы они могли выйти, помолиться за вас. Я попрошу служителей, выйдите, наверное, по бокам встанем, для того, чтобы совершить молитву. Если у вас есть желание, мы коротко помолимся о вас, благословим. И это хорошее время, хороший момент принять решение следовать за Ним, укореняться в Него и видеть эту благословенную картинку своей семьи, благословенную картинку своей жизни, полностью полноту. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты особенно сотворил нас, Господь, за то, что это цветы Твои, Господь, за то, что это прекрасные Твои драгоценные сокровища, находящиеся здесь. Я молю сейчас о каждом сердце. Пусть оно сохрани его, Господь. Сохрани эту любовь, сохрани эти чувства, эти эмоции, Господь. Я молю о разуме. Пусть он будет находиться в чистоте и святости. Пусть помыслы будут чисты. Пусть взгляд будет чист. Во имя Иисуса Христа. Пусть наше сердце и наши взгляды, и все наша жизнь, она будет направлена к Тебе, Господь. Пусть Ты будешь центром наших отношений. Во имя Иисуса Христа мы славим и прославляем имя Твое Святое. Слава Тебе, честь и хвала. Аминь. Гондин глухими шляхами, Слава Тебе, честь и хвала. Пусть, мон refr Lion. Как у веры приводила до слез И вот увидим надею Не буду я колись Сберусь на высокую гору И прокричу я гучно Что я дитя царя Знайшов свобод и слово Иисус став кращим другом Теперь дитя царя Сберусь на высокую гору И прокричу я гучно Что я дитя царя Знайшов свобод и слово Став кращим другом Теперь дитя царя Коли пекло неймовірно Я бачив тебе в огне Коли я сам же скончился Зі смерти від родин И спад життя мою Сберусь на высокую гору И прокричу я гучно Что я дитя царя Знайшов свобод и слово Иисус став кращим другом Теперь дитя царя Теперь дитя царя Теперь дитя царя Нищо Нищо не стройнует любовь твоей Нищо не стройнует любовь Кто верит? Господь, я Твий, так я Твий. Ничего не разделит нас. Ничего не сруйнует любови Твоей. Ничего не сруйнует любовь. Господь, я Твий, так я Твий. Ничего не разделит нас. Устави соку, і прокричу я вучно. Боля дитя царя. Збайшов свободи слова, став кращим другом. Боля дитя царя. Зберусь на високу, і прокричу я вучно. Бо я дитя царя. Збайшов свободи слова, ісустав нашим другом. Тепер дитя царя. Тепер дитя царя. Тепер дитя царя. Наш Бог так сильно любить, наш Бог так сильно любить, наш Бог так сильно любить нас. Наш Бог так сильно любить, наш Бог так сильно любить нас. Наш Бог так сильно любить нас. Так сильно любить нас. Так сильно любить нас. Тепер дитя царя. 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 Твоя любовь Твоя любовь, Твоя любовь, мій Господь, не минаю, не минаю, не минаю. Боже, мы это знаем, мы это чувствуем, Боже, прямо сейчас. Твоя любовь, Твоя любовь, Твоя любовь, Твоя любовь. Твоя любовь, наш царь, Боже, мы можем спевать про це вечно. Пока дарим Тебя, Господь, за милость Твою, за Твою любовь. Она дарим Тебя, за милость Твою, за милость Твою. Ама, при вас не слазь, ты выше суда спасла жизнь мою. Ама, при вас не слазь, ты выше суда спасла жизнь мою. Благодарю Тебя, за милость Твою, за милость Твою. Ама, при вас не слазь, ты выше суда спасла жизнь мою. Ама, при вас не слазь, ты выше суда спасла жизнь мою. Ама, при вас не слазь, ты выше суда спасла жизнь мою. Больше не оставит и не уйдет Будет делать мягким и платьяным И помажет маслом оливковым Милостью поднялся, милостью поднялся Из пресных грехов Любовь укрывая, незримо спасла Сделал меня сильным, сделал живым И назвал любимым, сыном своим Благодарю тебя Сомнилась твою, сомнилась твою Она превоснесла И выше сюда спасла жизнь мою Благодарю тебя, сомнилась твою Благодарю тебя, сомнилась твою Благодарю тебя, сомнилась твою Сомнилась твою Благодарю тебя, сомнилась твою Благодарю тебя, сомнилась твою Благодарю тебя, сомнилась твою Твоя милость велика 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 Не могу представить я Жизнь без тебя Жизнь без тебя Твоя милость велика Твоя милость велика Благодарю тебя, сомнилась твоя Твоя милость велика Пока забей свершая столь Но идешь ты до конца Аллилуйя 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 Всю жизнь буду помнить я О Твоей милости, Господь Твоя милость велика Твоя милость велика Не могу представить я Жизнь без тебя Жизнь без тебя Жизнь без тебя Твоя милость велика 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 Ты — Совершенный Бог! Для Тебя жизнь моя, Господь! Открыл мне глаза, я вижу Тебя, Твою любовь, Твой совершенный план для меня, Господь! Открыл мне глаза, я вижу Тебя, Твою любовь, Твой совершенный план для меня! Ты — Совершенный Бог! Открыл мне глаза, я вижу Тебя, Твою любовь! 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 Поклоняемся Тебе, наш царь. Святой, святой, святой мы будем петь. В небесах живешь ты, я знаю, ангелы тебя окружают. День и ночь к престолу взываю, святой, святой, святой мы будем петь. В небесах живешь ты, я знаю, ангелы тебя окружают. День и ночь к престолу взываю, святой, святой, святой мы будем петь. В небесах живешь ты, я знаю, ангелы тебя окружают. День и ночь к престолу взываю, святой, святой, святой мы будем петь. В небесах живешь ты, я знаю, ангелы тебя окружают. День и ночь к престолу взываю, святой, 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 святой мы будем петь. Там дух твой святой силой слава наполняет, лицо твое, как солнце светом озаряет. Там отцу поклониться ничто не помешает, сердца горят, горят. Там дух твой святой силой слава наполняет, лицо твое, как солнце светом озаряет. Там отцу поклониться ничто не помешает, сердца горят, горят. Там дух твой святой силой слава наполняет, лицо твое, как солнце светом озаряет. Там отцу поклониться ничто не помешает, сердца горят, горят. Там дух твой святой силой слава наполняет, лицо твое, как солнце светом озаряет. Там отцу поклониться ничто не помешает, сердца горят, горят. Али, 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 царствует все бодуши Господь. Али, 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 царствует все бодуши Господь. Там дух твой святой силой славы наполняет, лицо твое, как солнце светом озаряет. И к престолу, и к престолу взрываем все святы, 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 Ничто не помешает, сердца горят, горят Слава Богу, святы, святы, святы Наш Бог святой, святы, святы Ничто не помешает, сердца горят Молись о святости Святы, святы, святы Божье слово говорит, что никто не увидит Господа, если не будет свят Поэтому, Боже, мы нуждаемся в Твоей святости Мы знаем, что Ты видишь нас святыми Но иногда мы сами не чувствуем, не знаем, не видим, что мы святы Открой нам глаза, чтобы видеть так, как Ты нас видишь Не по своим чувствам, не по своему видению, Боже, но по Твоему Слава Богу, святы, святы Слава Богу, святы, святы, святы Слава Богу, святы, святы Слава Богу, святы, святы Слава Богу, святы, святы Слава Богу, святы Слава Богу, святы, святы Слава Богу, святы Поклоняемся Тебе Повлюю Повлюю Святы, святы Святы Ты святой, Господь, Господь, Господь. Ты святой, Господь, Господь, Господь. Ты святой, Господь, 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 Господь. Ты святой, Господь, 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 Господь. Ты святой, Господь. Я славлю Тебя, все контролирующей, Боже, все устраивающей. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты посреди нас. Спасибо Тебе за Дух Твой, который посреди нас. Спасибо Тебе за любовь Твою ощутимую. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Алиллю, алиллю. Дорогие, это время встречи. Иисус запланировал встретиться, поэтому Он здесь. Если ты запланировал встретиться с Ним, поэтому ты здесь. Аминь. Давайте еще поклонимся. Еще закрой свои глаза. Еще ищи Его. Если хочешь, поклонись. Хочешь, преклонись свои колени. Если хочешь, просто отойти, чтобы тебе никто не мешал. И поклонись Богу. Так, как Он этого достоин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус, 백вани. с998. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Те, Господь, ты достоин волея, Господь. Достоин волея, Господь. Поплодяем все Тебе, Бог. ты достой ты не стой ты не стой а святой святой Аллилуйя, Аллилуйя. Боже, я молю Тебя, Господь, о том, чтобы сегодня каждое сердце, каждая душа имела встречу с Тобой. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь, что у Тебя есть дары, что у Тебя есть подарки, что Ты никогда не приходишь с пустыми руками, Ты хочешь благословлять, Ты хочешь отвечать на молитвы, Ты хочешь быть рядом, Ты хочешь открываться нам, Господь. И сегодня мы говорим Тебе о жажде, о жажде наших сердец. Мы так нуждаемся в том, чтобы знать Тебя еще ближе, в том, чтобы поклоняться Тебе еще больше, в том, чтобы переживать живого Бога. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Поклоняемся Тебе в Духе истине, Боже, нашими сердцами, нашим разумом, нашей крепостью, Боже, нашими жизнями поклоняемся Тебе. Ибо Ты один достоин, Господь. Ибо Ты один достоин. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Богу! Ибо ты один достоин, Господь, Ибо ты один достоин, Господь. Ибо ты один достоин. Слава Богу! Слава Богу Слово Божье говорит, ищите Господа, когда можно найти Его Сегодня время, когда можно найти Его Ищите Господа, когда Он близко Сегодня время, когда Он близко Аллилуйя Аллилуйя! Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отбереть возлюбленному моему. Из рук моих капала мира. Из перстов моих мира капала на ручки замка. Отберла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня. Сняли с меня покрывала, стерегущие стены. Заклинаю вас, черри иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Слава Богу! Знаете, иногда бывает так, что Иисус приходит к тебе, и для тебя это становится таким привычным и обыденным. Ты знаешь, что это твой любимый, что это твой возлюбленный Господь. И ты привыкаешь к тому, что в молитве Он всегда рядом и отвечает. Ты привыкаешь к тому, что ты христианин, к тому, что ты Божий. И бывает, приходит время, когда ты немножко остываешь. Не то, чтобы ты не горячий христианин, здесь все горячие, здесь все поклонники. Но бывает время, когда уже на утреннюю молитву не хочется вставать рано. Бывает время, когда во время поклонения ты думаешь, да ладно, ну, пообщайся с другом. Когда ты немножечко, совсем чуть-чуть пренебрегаешь его присутствием. И знаете, в этой истории, этой библейской истории там описано, как жених шел к своей невесте. Он преодолевал достаточно некороткий путь. Там написано, что его даже голова была покрыта росою, потому что он всю ночь шел до утра. Мало того, когда он пришел и постучал в эту дверь, раньше традиция такая была, в двери была щель, скважина, через которую, если дома никого не оказывалось, человек мог взять вот так вот, просунуть туда руку и дотронуться к ручке замка. Туда можно было письмо бросить или еще что-то. И вот он дотронулся к ручке замка, и когда она пыталась открыть ему уже после, она дотронулась к этой ручке, а там было так много мирры, так много масла, так много аромата, потому что он не пришел с пустыми руками, потому что он потратил достаточно для того, чтобы обогатить ее. И ее так было много, что у нее прям капала эта мира, прям лилась. Аллилуйя! Господь, когда приходит, он всегда приходит, чтобы дать тебе масло, чтобы дать тебе помазание, чтобы дать тебе ароматы свои, чтобы дать тебе любовь, чтобы ответить тебе на твои молитвы, чтобы одарить тебя теми дарами, теми благословениями, в которых ты так нуждаешься. Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Господь нескупой жених. Аллилуйя! Аллилуйя! Он умеет ухаживать, но знаешь, что его больше всего огорчает? Что ты можешь иногда сказать, я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Больше всего его огорчает, когда ты остываешь, когда ты вдруг приходишь в состояние, что ты уже не так горишь, как раньше. Вот почему он так ревнует о первой любви, о твоей первой любви к нему. И знаете, часто же так бывает, когда мы теряем, мы начинаем ценить. И в этой истории мы тоже видим, что эта удивительная невеста все-таки оценила, она поняла, она услышала запах возлюбленного. Знаешь, иногда ты тоже раз и где-то услышал его присутствие, вот Бог проявился, где-то чудо произошло, где-то свидетельство Божьей славы произошло, вот Он был здесь. И ты узнаешь его, ты узнаешь его почерк. И ты думаешь, Боже, как же я могла, я так хотела быть рядом, я так хочу сейчас быть рядом с тобой. И бежишь. И она бежала, бежала, и вы видели, встретили ее стражи, написано. И даже избили, изранили и сняли, и покрывалась с нее стерегущая стены. Что это такое? Ну, фактически ее опорочили. И знаешь, иногда мы сталкиваемся с какими-то трудными обстоятельствами в нашей жизни и думаем, ну за что, ну почему? Да ну просто нужно было быть в присутствии твоего возлюбленного. Просто нужно вовремя открывать двери. Ищите Господа, когда можно найти Его. Ищи Господа, когда Он рядом. Сейчас время находить Его, время найти Его, взыскать Его. Для всех любителей хэппи-эндов скажу, что все хорошо закончилось. Знаете, когда там, если вы будете дальше читать книгу «Песни песней», прекрасная книга, рекомендую. Вы увидите, что она начала говорить, и у нее спрашивали, чем же Он так хорош? Чем Он так хорош, что ты Его ищешь? И она описывала, насколько Он прекрасен. Она кричала это всему миру. Она кричала об этом всем, 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 чтобы все слышали, насколько прекрасен. Ее любимый. Хэппи-энд случился. Он снова был рядом. И точно так же поступает наш Господь. Если Он видит жажду. Если Он видит твое горячее, а не теплое сердце. Если Он видит твою потребность по Нему. Если Он понимает, что самой большой страстью в твоей жизни есть Он. Он отдаст тебе всего себя. Он так и поступил. Иисус так и поступил. Он отдал тебе всего себя. Он не оставил себе ни капельки. Аллилуйя. Можешь ли ты сегодня оценить то, кем Он есть для тебя. Можешь ли ты сегодня еще и еще раз почитать Бога. За своего самого-самого любимого. Самого драгоценного. За своего возлюбленного. За кого почитаешь сегодня ты Иисуса. Аллилуйя. И Аллилуйя. Если ты тот человек, который чувствует, что немного остыл в последнее время. Закрой глаза. Давай помолимся с тобой. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Благослови меня. Я оценил твою жертву. Я ценю тебя. Я дорожу тобою. Аллилуйя. Бог, дай мне снова гореть. Дай мне снова эту первую любовь. Пусть ничто меня не отвлекает от тебя. Ни моя соцсонливость. Ни моя усталость. Ни суета жизненная. Бог, пусть ничего меня не отвлекает. Пусть я всегда стремительно бегу навстречу к тебе. Во имя Иисуса. Благослови меня. Прости меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Если Иисус для тебя твой возлюбленный. Если Христос это самая большая твоя страсть. Давай помолимся с тобой. Аллилуйя. Иисус, ты самая большая наша любовь. Господи, это просто неоценимо. Твой дар любви. Это просто неоценимо. Аллилуйя. И, Боже, я хочу также отдать самого себя, всего себя тебе, Христос, как сделал это ты для меня. Я хочу еще больше и больше любить тебя. Я хочу, чтобы вся моя жизнь, она строилась вокруг тебя, вокруг твоей воли для меня. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Я поклоняюсь тебе. Я отдаю себя тебе. Я хочу посвятить себя тебе. Я хочу еще и еще раз пережить этот завет с тобой, это единство с тобой. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, мы сейчас еще будем поклоняться. И когда ты будешь готов, ты можешь подойти ко Христу. Там для нас есть хлебопреломление, символы причастия, и ты сможешь взять и просто один на один побыть с Богом. Дорогие, если вы чем-то отвлечены или вам что-то больше интересно, нежели Христос, мы уже прощаемся с вами и встретимся в следующий раз. Но если для тебя, Иисус Христос, твоя самая большая страсть, останься, поклонись Ему, встреться с Ним, оцени Его жертву, которую Он принес ради тебя. Примихляй во преломление, и мы еще будем поклоняться и молиться. Иисус Христос. 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 Ай, шуа, ешуа Ай, шуа, ешуа 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 Ай, шуа, ешуа Нас возбав Можеc, ешуа Ай, шуа Исуа, Исуа, Исуа. Исуа, Исуа, Исуа. Твоя слава во веки. Аминь. Здесь Твое царство. Здесь Твоя слава во веки. Аминь. Здесь Твое царство. Здесь Твоя сила. Здесь Твое слава во веки. Аминь. Здесь. Здесь. Если Вы уже приняли прямо преломление. Давайте еще встанем для молитвы и для поклонения, для того чтоб провозносить нашего Господа. Царём здесь, в нашем городе. Царём Твоей жизни. Царём Твоей семьи. Скажи здесь да будет Твое царство. Аллилуйя, здесь да будет Твоя воля вовеки. Здесь Твоя Царство, здесь Твоя Сила, здесь Твоя Слава, вовеки. Аминь. Здесь Твоя Царство, здесь Твоя Сила, здесь Твоя Слава, вовеки. Аминь. Пусть придет царство Твое, Пусть будет воля Твоя в наших жизнях, Господь, в нашем городе, в наших сердцах, в наших семьях, Твое царство, в наших церквях, Аллилуйя!